здравствуйте уважаемые слушатели курса технологии металлургического производства тема девятой лекции металлургия титана титан является одним из наиболее распространенных химических элементов как по содержанию его в земной коре так и по наличию минералов этого металла в очень многих горных породах известно более 80 минералов важнейшие входит состав пяти характерных групп рутила ильминита пировскита неабата танталата титанатов из фена из которых наибольшее значение имеют группы рутила и ильминита из титановых концентратов непосредственно получают три вида продуктов диоксид титана тетрахлорид титана и ферротитана высокое содержание железа затрудняет получение хлорида титана из ильминита для отделения железа проводят восстановительную плавку ильминита с получением чугуна и титанового шлака разделение титана и железа в этом процессе основано на большом различии с родства кислороду у железа и титана восстановительную плавку ведут в трехфазных электродуговых печах подобных применяемых производстве ферросплавов над чугуном получается сплав титанатов в процессе плавки образуются сложные соединения кристаллизующиеся при затвердевании шлака продукты плавки чугун и шлак обычно выпускают вместе в общую изложницу температура шлака на выпуске 1570 1650 градусов цельсия после расслаивания и затвердевания чугун и шлак разделяют процесс производства четырех хлористого титана состоит из пяти основных переделов подготовки сырья хлорирования конденсации продуктов хлорирования очистки четырех хлористого титана и переработки отходов подготовка сырья заключается в приготовлении брикетов из титан содержащего материала и кокса этот передел включает операции дробления размола смешения брикетирования и прокалки брикетов диоксид титана реагирует с хлором по эндотермической реакции с достаточными скоростью и выходом продукта хлорирования диоксида титана протекает при температуре 700 900 градусов цельсия в присутствии углерода содержащиеся в шлаках низшие оксиды титана активно реагируют с хлором даже при отсутствии углерода уже при температуре 300 400 градусов цельсия содержащиеся в шлаках оксиды железа алюминия кремния ванадия и других элементов образуют летучие хлориды оксиды расположены в ряду до диоксида титана процессе хлорирования полностью переходят в хлориды так как оксиды алюминия и кремния хлорируются лишь частично процесс осуществляется в аппаратах со статистическим или неподвижным слоем шифты шахтные электропечи шахтные хлораторы с жидкой ванной из расплавленных хлоридов щелочных или щелочных земельных металлов солевой хлоратор с псевдо кипящим слоем шифты назначение конденсации это отделить 4 хлористый титан от хлоридов примесных элементов и получить технический 4 хлористый титан парогазовая смесь выходящая из хлораторов представляет собой сложную многокомпонентную систему жидких и твердых продуктов частичек шлака и кокса а также газов вариантами аппаратурного оформления процесса конденсации могут быть раздельная конденсация твердых и жидких хлоридов совместная конденсация комбинированная конденсация извлечение титана и шлака в жидкий технический тетрахлорид составляет 92 93 процента очистка технического 4 хлористого титана проводится с целью удаления растворенных в нем примесей хлорид титана очищает ректификации основанные на различии температур кипения хлоридов ректификации предшествует очистка от ванадия и алюминия очистку от хлорида алюминия осуществляют по реакции воду вводят в виде увлажненного хлорида натрия очисткой медным порошком удаляют не только ванадий серу но и частично органические соединения вследствие высокой стоимости медного порошка для восстановления применяют порошок алюминия отфильтрованный тетрахлорид титана содержит менее 0,01 алюминия и ванадия ректификация является наиболее эффективным методом разделения и очистки веществ заметно различающимся давлением паров при температуре процесса это процесс разделения примесей при помощи одновременно и многократно повторяемых частичных испарений и конденсации на первой ступени ректификации происходит очистка тетрахлорида титана от неорганических соединений водорода углерода серы фосфора молекулярных газов соединений кремния органических соединений кроме ароматических углеводородов все остальные примеси вышекипящие концентрируются в кубах колонны ректификации первой ступени и непрерывно выводятся в кубы колонны ректификации второй ступени ректификационная колонна второй ступени состоит только из укрепляющей части испарившийся в кубах испарителях тетрахлорид титана поступает в нижнюю часть колонны и поднимается вверх встречая стекающий поток флегмы здесь также происходит масса обмен между паром и жидкостью в результате чего пары обогащаются ниже кипящим компонентом в данном случае тетрахлорид титана и отводятся вверху колонны кожухотрубный теплообменник дефлегматор дефлегматоре конденсируется чистый тетрахлорид титана часть его как готовый продукт выводят в баке сборники готового продукта другую часть подают на орошение колонны в качестве флегмы применяют насадочные и тарельчатые ректификационные колонны для конденсации паров тетрахлориды применяют два типа конденсаторов дефлегматоров водоохлаждаемые кожухотрубные и аппараты воздушного охлаждения вертикальный или горизонтальный очищенный тетрахлорид титана содержит 10 минус 3 10 минус 5 процента примесей извлечение титана из технического тетрахлорида в очищенный 96 процентов используемый в промышленной практике способы производства титана можно подразделить на следующие группы восстановление из хлорида магнием или натрием восстановление оксидов кальцием или гидридом кальция электростические способы получения или рафинирования металлов иoxidный способ рафинирования металлов в зависимости от условий и способов восстановления металлы получают форме губки или порошков из которых затем производят компактные заготовки методом плавки и порошковой металлургии. Получение чистого металлического титана связано со значительными технологическими трудностями вследствие высокой химической активности. Процессы восстановления и плавки проводят в герметичной аппаратуре, в атмосфере инертных газов или в вакууме. Одно из важнейших условий это высокая частота исходного соединения и применяемого восстановителя. В промышленности получил развитие периодический процесс восстановления и последующей обработки реакционной массы. Герметичный аппарат, который предварительно залит магний с регулируемой скоростью, подается жидкий тетрафлорид титана, пары которого вступают в реакцию с жидким и парообразным магнием. По мере восстановления аппарат заполняется реакционной массой, состоящей из губчатого титана, поры которой заполненный избыточным магнием и остаточным хлористым магнием. Периодически выпускается из реактора. Продукт восстановления – это реакционная масса, которая содержит 55-60% титана, 25-35% магния, 9-12% хлорида магния. Кроме того, в ней могут быть примеси низших хлоридов титана от 0,01 до 0,1%. Для улучшения качества титана применяют способ вакуумной отгонки, сепарации магния и хлорида магния из реакционной массы. Очистка губки этим способом основана на относительно высоком давлении паров магния и хлористого магния. В производственной практике вакуумную сепарацию осуществляют двумя способами. В той же реторте, в которой ввели восстановление, не выгружая реакционную массу. Реакционную массу с помощью пневматического зубила или высверливанием на станке, либо другим способом. Извлекают из реторты и в виде кусков загружают в стальную дырчатую корзину, которую устанавливают в реторте для дистилляции. Натрий обладает перед магнием рядом преимуществ. Вследствие низкой точки плавления, натрий легко транспортировать по трубам и подавать в реактор одновременно с подачей тетрахлорида титана. Суммарная реакция восстановления натрием. Восстановление проводят в одну или две стадии. Более распространен одностадийный процесс. Восстановление ведут в аппаратах из нержавеющей стали, куда одновременно из мерных бачков подают тетрахлорид титана и жидкий натрий в соотношении близком к стихиометрическому. Натрий плавится при 98 градусах Цельсия. Его подают в реактор при температуре 120-150 градусов Цельсия. Процесс ведут в атмосфере аргона, поддерживая температуру в реакторе 850-880 градусов Цельсия. Избыточное тепло отводят обдувкой реторты воздуха. В первый период восстановление в большей мере протекает в газовой фазе с образованием тонкодисперсного титана и низших хлоридов титана. Последние восстанавливаются растворенным натрием в расплаве с образованием кристаллитов титана, оседающих на дно реторты. Для полного восстановления низших хлоридов и укропнения частиц металлов в конце процесса включают печь и выдерживают реторту при 950-1000 градусов Цельсия в течение 4-6 часов. Реакционную массу после охлаждения вырезают из реторты на станке специальной фрезой. Массу измельчают на молотковой дробилке, выщелачивают водой подкисленной соляной кислотой в стальных гумированных чанах с мешалками в течение 30 минут. Затем отделяют титановый порошок на центрифуге. Промытый порошок сушат в вакуумной сушилке. Титан в виде мелкозернистого порошка получают восстановлением диоксида титана кальцием или гидридом кальция при температурах 1000-1100 градусов Цельсия. Восстановление кальцием и гидридом кальция протекает по суммарным реакциям. Восстановление кальцием проводят в герметичных аппаратах из жаростойкой стали, куда загружают брикетированную смесь оксида титана с кальцием. Необходимо применять кальций очищенной дистилляции и не содержащей примеси азота и кислорода. Аппарат откачивают, заполняют аргоном, нагревают до 1000-1100 градусов Цельсия и выдержат при этой температуре примерно 1 час. Продукт восстановления измельчают, обрабатывают большим объемом воды для удаления части оксида кальция, затем разбавленной соляной кислотой промывают водой и сушат в вакууме при 40-50 градусах Цельсия. При использовании для восстановления гидрида кальция в аппарат загружают брикеты из смеси диоксида титана с гидридом кальция. Гидрид кальция разлагается в присутствии влаги и воздуха, поэтому его хранят в герметичной таре, а измельчение и шехтовку проводят в герметизированных мельницах и смесителях, заполненных аргоном. Реактор после откачки заполняют сухим водородом и нагревают до температуры 900 тысяч градусов Цельсия. При электролитическом рафинировании анодом служит загрязненный примесями титан, погруженный в расплавленный электролит. В процессе электролиза титан переходит в расплав и затем осаждается на стальном катоде. Электролитом служит расплав хлоридов щелочных металлов, в котором растворены низшие хлориды титана. Такой электролит готовят восстановлением тетрахлорида титана натрием или титановым скрапом в расплаве хлоридов. Электролитическое рафинирование проводят в герметичных электролизерах с насыпным анодом в атмосфере аргона. Рафинируемый металл в форме дробленной стружки или кусочков размерами 20-40 миллиметров помещают в дырчатую стальную корзину, служащую анодом. После электрорафинирования стальной катод поднимают в камеру, заполненную аргоном. Под него подводят разгрузочный поддон и специальным ножом осадок срезают с катода. Выход потоку составляет примерно 90%. Катодный осадок измельчают и выщелачивают водой, дополнительно подвергают мокрому измельчению в стержневых мельницах, барабаны и стержни которых изготовлены из титана. Процесс ядидного рафинирования титана может быть представлен следующей схемой. Титан взаимодействует с йодом при низкой температуре 100-200 градусов Цельсия. Газообразный тетрахлорид титана диссоциирует на нагретой до 1300-1500 градусов Цельсия поверхности проволоки и осаждается на ней. Освобождающийся при этом йод снова вступает в реакцию с находящимся в аппарате при низкой температуре исходным рафинируемым титаном. Корпус аппарата для йодидного рафинирования изготовлен из хромоникелевого сплава, устойчивого против действия йода и йодидов титана. На этом девятая лекция подошла к концу. Спасибо за внимание.